На грани крушения. И это не название нового боевика, а реальное описание состояния мостов в Симферополе и его районе. Ямы и впадины уже не шокируют горожан, но дело дошло до того, что некоторые конструкции уже просто разрушаются на глазах. Юлия Попович нашла самые яркие примеры плачевной истории. Сентябрь 2014 года. Трагедия, случившаяся тогда, всколыхнула весь Крым. Обвалился участок дороги, соединявший Евпаторийское и Николаевское шоссе. На проезжей части образовалась яма глубиной 6 метров, шириной 8. Туда угодился прямо на берегу, протекающей внизу реки. По нему страшно ходить реально, особенно с коляской. Все обваливается, везде ямы. Я чувствую риск на своей жизни, для своего ребенка, из-за того, что неприемлемые условия для охождения здесь. Было бы желательно его даже не подремонтировать, а уже как бы заменить цельную его часть, хотя бы вот этот вот один фрагмент. Не менее шокирующий пример мы нашли в Симферопольском районе, в селе Белоглинка. В таком состоянии местные помнят этот мост по меньшей мере последние 20 лет. Время его не пощадило. А этой дорожкой, предназначенной для пешеходов, местные жители и вовсе не пользуются. Вступив на нее, в конце своего пути вы рискуете угодить прямиком в яму. Уползень ямы прямо посередине проезжей части ненадежный поручни для местных мост потенциально опасен. Здесь вот не раз какая-то трагедия происходила. Вот девочка падала, эта женщина. Здесь же вот визуально видно, вот какая-то яма. То есть это, конечно, оползни, да, вот, ну, как бывает, вот, разлив реки. Аварийный, конечно, да, у нас после Ферополя такое. Рано или поздно, может, к аварии привезти. Как мы сюда переехали, 20 лет назад тут ничего не делали. Уже мост уже обваливался, рушился. Ну, то есть, что еще можно сказать? Он здесь скоро опять развалится. Впрочем, на проблему постсовет глаза не закрывает. Обращений по поводу этого моста поступает в главе поселкового совета много. Но за местный бюджет, как оказалось, подчинить его нереально. Собирается посетить помощи администрации Симферопольского района и Минтранса. Первый шаг сделан, паспортизация завершена. На данный момент создается схема смета. Согласно этой сметы мы получаем положительное заключение экспертизы. И я думаю, в этом году, если из федерального бюджета нам выделят деньги, мы этот вопрос закроем. Следующая точка. Развязка на село живописная. Наши корреспонденты уже не раз поднимали вопрос этой проблемной дороги. Рекламодатели явно знали, где повесить свой баннер. Услуга ремонта авто в этом месте смотрится как ирония. Но проезжая по этим ямам и впадинам, водителям не до смеха. Здесь либо нарушаешь правила, объезжая разбитую дорогу, либо готовься к ремонту машины. Битая дорога. Везде ямы одни. Находовка конкретно страдает. Ремонт не предусмотрен. Чаще всего колеса выпадают. Шаровые разлетаются. Поэтому дорога никудышная. А это уже сам мост. И он явно в аварийном состоянии. О том, что он начинает рушиться, говорит этот оползень. Администрация города уже давно взяла его на заметку. В первых планах у нас стоит именно ремонт этой развязки. Потому что у нас есть заключение, есть аварийное состояние этого ремонта. И у нас предусмотрен ремонт опять-таки по соглашению с Министерством транспорта. Эта развязка включена в перечень тех объектов, по которым мы будем производить ремонт по межтранспорному соглашению. А по этому пешеходному мосту и вовсе ходить страшно. Даже один человек в прямом смысле слова может раскачать его. Но в каждой шутке, как говорится, только доля шутки. Этот пешеходный мост через дорогу в микрорайоне Загородный на самом деле пугает симферопольцев. А здесь поток людей достаточно большой. Мост ведет к супермаркету. Вот только в последнее время многие его начинают обходить стороной, предпочитая переход, который находится чуть ниже по этой же дороге. И это понятно. Ведь здесь даже поток воздуха от проезжающей низу фуры может привести к ощутимой вибрации. На самом деле, когда прохожу именно по этому мосту, то даже в какой-то степени страх появляется. Потому что, во-первых, мост шатается от того, что даже один человек идет. Это во-первых. Во-вторых, от ветра. То есть парусность очень большая моста. Опасно. Я прям бегу. Когда иду сверху, я прям бегу. Потому что действительно страшно. И эти четыре примера наша съемочная группа нашла всего-навсего за полдня. То, что состояние дорожных развилок и мостов в городе и в окрестностях в плохом состоянии, не отрицает и в администрации Симферополя. Но точной датой, когда ситуация исправится, там назвать не могут. Юлия Попович, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.